Всем привет! Это дополнительное видео про матрицы с ответом на вопросы, которые я получил в телеграме. Первый вопрос про то, какие ядра используются для поиска краев на изображении. Тут важно понимать, что нет какого-то единственно правильного решения для задачи нахождения границ. Есть какой-то общий принцип, то есть поиск перепадов по яркости и несколько разных подходов. Какой подход работает в данном конкретном случае, лучше понять только на практике. Есть два основных оператора, которые используются для этого, наиболее популярных. У них даже есть статьи в русской википедии. Первый это оператор Собеля и матрица выглядит следующим образом. Для него вы можете самостоятельно изучить статью и поподробнее узнать, как это все работает. И второй оператор, оператор Preuit, который я, собственно, в прошлый раз показывал. Вот матрица выглядит таким образом. Если создать ноду EdgeDetect, то в настройках EdgeDetector как раз таки будут варианты Sobel, Preuit, Simple. Если честно, я так и не понял, что они там делают. Какой-то алгоритм зашит. Но Sobel и Preuit, судя по названиям, работают как раз таки на основе вот этих вот двух операторов. Был еще вопрос про переходы от темного к светлому, а от светлого к темному в зависимости от вида матриц. Но вот если мы рассмотрим опять же матрицу оператора Preuit, которые выглядят следующим образом. Сверху у нас единички, снизу у нас минус единички. Мы видим, что у нас выделены границы нижней, назовем их так. Если же возьмем другую матрицу, где у нас снизу будут отрицательные минус единички, а сверху единички, то будут выделены другие границы. Но еще дело в том, что если мы возьмем первый оператор и протыкаем пипеткой, например, здесь, то мы увидим отрицательные значения. То есть на самом деле наша матрица и эти границы тоже определила, просто значения здесь отрицательные. Если мы напишем expression и возьмем абсолютное значение нашего результата, то получим, собственно говоря, то, что и хотели, то есть все горизонтальные границы. Ну, то же самое у нас будет, разумеется, здесь. Одна и та же картинка. То же самое верно и для поиска вертикальных границ. Если мы рассмотрим вот такую матрицу, минус единички здесь, единички здесь. Результат такой. Другая матрица. Результат такой. Но на самом деле, опять же, подключив просто абсолютное значение, мы получим все вертикальные границы. Еще был вопрос про вот эти вот коэффициенты в углах матрицы, что они нужны для того, чтобы искать не только горизонтальную, но и вертикальную границу. Нет, это не так. Мы ищем здесь с помощью вот конкретно этой матрицы только горизонтальные границы. А идея, еще раз повторю, применения свертки в том, что мы для нашего пикселя, ну, вот пусть вот этот пиксель, мы хотим выяснить, есть им границы или нет. Мы рассматриваем некоторую его окрестность 3 на 3 и берем эти пиксели из его окрестности с весами, которые записаны в ядре. То есть этот пиксель берем с весом 1, этот тоже умножаем на единичку, этот на единичку, этот на 0, на 0, на 0, на минус единицу, на минус единицу и на минус единицу. Результат мы складываем, суммируем и получаем значение, которое записываем сюда. Если оно нулевое, то значит границы нет, если оно не нулевое, значит здесь есть какая-то граница. Ну, во всяком случае, наш оператор так считает, что здесь есть какая-то граница. В некотором смысле можно сказать, что мы берем верхние 3 пикселя над нашим, считаем среднее значение по ним, берем нижние 3 пикселя под нашим и считаем среднее значение по ним и вычитаем из одного другое. То есть идея вот этих вот угловых коэффициентов в том, что мы рассматриваем не просто пиксель над нашим и вычитаем из него пиксель под нашим, а мы рассматриваем какую-то область, то есть две такие полосочки. Если говорить об отличиях как раз оператора Pruitt от оператора Sobeli, вот в матрице, которую у нас оператор Pruitt, здесь у нас все коэффициенты единичные, в матрице, которая у нас в операторе Sobeli, как раз таки коэффициент у пикселя над нашим пикселем 2 и у пикселя, который под нашим пикселем минус 2. То есть мы уделяем этим пикселям какое-то особое внимание. Ну, здесь вот это не очень видно отличие, но вот если посмотреть какие-то такие вот точки, где мы переходим из горизонтальной границы в вертикальную, ну, можно заметить, что отличие применения этих матриц есть. По поводу размерности больше, чем 3х3, как я понимаю, для нахождения границ для такой задачи размерность больше, чем 3х3 особо и не используют. Что касается использования ромбовидных матриц, то у нас матрицы здесь только прямоугольные, но, в общем-то, никто не мешает сделать нам вот такую вот матрицу, то есть просто увеличить размерность, сделать матрицу 5х5 и пустые места заполнить просто нулями. Ну, в некотором смысле, вот это та матрица, которая была в вопросе, ромбовидная матрица. Ну, если что, то в картинке она применяется, ну, например, таким образом, то есть немножко ее размывает. Еще был один более общий вопрос про пространственную фильтрацию, про фильтр, который есть в Nuke. Если вы зайдете на вкладку на панель инструментов, то вы видите здесь много разных-разных инструментов. Многие из них основаны на том инструменте, о котором мы говорили, на матрицах, на операции свертки. Но не все есть и другие операторы, которые также являются пространственными. Я сейчас не буду подробно разбирать все эти инструменты, скажу лишь об одном, а именно о медианной фильтрации. Суть медианной фильтрации сводится примерно к тому же, о чем мы говорили до этого, когда говорили про blur, например. Мы берем для каждого конкретного пикселя, возьмем какой-нибудь пиксель нас интересующий, и мы рассматриваем его окрестность, окрестность с центром в этом пикселе, и каким-то образом усредняем значения, исходя из тех данных, которые в этой окрестности есть. В случае с оператором свертки у нас в матрице в явном виде записаны те коэффициенты, на которые мы перемножаем значения соседних пикселей, чтобы получить финальный результат. Но это не единственный возможный способ. В случае с медианой, с применением медианной фильтрации, мы также рассматриваем какую-то окрестность, но в качестве финального значения берем медианное значение цвета из этой окрестности. Тут прозвучало страшное слово медиана, и нужно сделать небольшое пояснение, что же это такое. Давайте рассмотрим вот такой вот набор чисел, набор значений, и попробуем, например, посчитать среднее значение. Что для этого нужно сделать? Нужно сложить все эти числа и разделить на их количество. Получаем 15. Это просто среднее значение, то, что по английскому языке называют словом mean. А если же мы хотим найти медиану, нам нужно сделать другое преобразование. Попробуем перезаписать этот ряд таким образом, чтобы значения шли от самого меньшего к самому большему. Получим вот такую вот запись. И после этого найдем число, которое находится посередине. В данном случае это 14. А вот это вот и будет медиана. Есть еще одно понятие в статистике, которое также было упомянуто там в вопросе. Это мода. Мода – это число, которое встречается в нашем ряде больше всех. Чаще всего. В данном случае мода будет 13. То есть число 13 в этом ряде встречается аж 4 раза. Это очень часто на распределении какого-то большого количества данных, где у нас есть так называемые outlier, то есть значения, не вписывающиеся, скажем так, в общую картинку. А медиана дает более корректное представление о том, что же такое среднее значение, чем среднее значение, посчитанное как просто среднее арифметическое. Именно поэтому медиана так важна. Но я думаю, что при желании вы можете поподробнее прочитать про эти понятия. А сейчас мы закончим минутку занимательной статистики и вернемся в нюк. Ну и, собственно, нода median в нюке занимается тем, что осуществляет медианную фильтрацию. То есть для какой-то области, размер которой задается в настройках нода, у нас ищется медианное значение цвета и записывается в текущий пиксель. То есть мы ищем не среднее арифметическое, не среднее арифметическое с какими-то странными весами, как при использовании матриц, а именно медиану. Что же касается моды, то такой реализации нет. И я думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что, во-первых, у нас в каком-то ряду может вообще не существовать моды никакой. То есть все значения встречаются одинаковое количество раз. Еще одно важное свойство моды, что мод может быть несколько. Но в этом смысле не очень понятно, какое же значение использовать. Поэтому фильтров, основанных на модах, я, если честно, не встречал. Я надеюсь, что я не запутал вас еще больше и хоть немножечко внес ясность. Под конец хочу еще посоветовать книжку. Пожалуй, такой самый фундаментальный источник, который можно найти на русском языке по теме обработки изображений. Книжка называется «Цифровая обработка изображений» автора Гонсалес и Вудс. Она не очень свежая, но, тем не менее, достаточно фундаментальная. В ней как раз вот есть глава, которая посвящена пространственной фильтрации изображений. И там есть много-много всяких вещей, формул, примеров, истории про повышение резкости, как раз таки про поиск различных границ, про разные операторы и математика, на которой они основаны. Если вам это интересно, то очень-очень рекомендую эту книжку почитать как минимум вот эту главу. Книжка выглядит таким образом. «Цифровая обработка изображений» Гонсалес и Вудс. Ну и, в принципе, в интернете, скорее всего, тоже можно нарыть какое-то количество информации. Правда, многие статьи будут основаны как раз таки на материалах из этой книжки. Книжка идет лет громко. Продолжение следует...